От нового кабинета ждут росты экономики и доходов населения, о целях и способности их достигать Михаил Сафонов. Кабинетная тема У нас есть такая проблема. Наша экономика не любит органический рост. Для того, чтобы что-то сделать, нужен толчок. Взять сельское хозяйство. Годами оно не развивалось. И только санкции, и последующие контрсанкции помогли АПК достигнуть того уровня, что мы перестали импортировать и сами стали успешными экспортерами аграрной продукции. Сейчас, чтобы совершить рывок, назначили новое правительство. Работу прежнего кабинета назвали удовлетворительной. И это отчасти действительно так. После коллапса 2014-2015 годов нужна была стабильность. И она пришла. Инфляция низкая, запасы денег огромные. Пришло время тратить. Когда стало известно, что в прошлом году власти не смогли освоить триллион рублей, Алексей Кудрин главной проблемой назвал бюрократию. Сможет ли обновленное правительство эффективно потратить деньги? Мнение вице-президента РСПП Игоря Юргенса. Всякий, кто сталкивался с государственным аппаратом и правительством, знает, что определенный род дезориентации, раскоординации и очень долгое решение любого вопроса, это то, что мешало в работе. От нового правительства ждут работы в команде. Команда в предыдущем не сложилась. Но и в нынешнем уже видны некоторые противоречия между старым и новым. Поэтому давайте посмотрим, как Мишустину удастся молодежь, которую явно совершенно он привел вместе с собой, как ее удастся примирить с некоторыми ветеранами, особенно вице-премьерского уровня, которые остаются очень сильными игроками. На 1 января в фонде национального благосостояния было 7 триллионов и почти 800 миллиардов рублей. Это 6,9% ВВП. Путин в послании сказал, что к лету кубышка увеличится до 7% отвалового продукта. После этого по бюджетному кодексу деньги можно будет тратить. Но уже не раз звучали голоса, в том числе и главы счетной палаты, что надо было начать раньше. Кудрин не раз говорил, что бюджетное правило, которое определяет, что идет в запас, а что можно использовать, необходимо смягчить. Об этом говорила и глава ЦБ Эльвира Набиулина. Да и повышение НДС, по мнению многих высокопоставленных персон, было излишним. Денег и так хватает. Тем более, что налог в первую очередь отражается на бизнесе, от которого во многом и зависит поступление в бюджет. Точка зрения сооснователя компании «Вимбельдан» Давида Якобашвили, у которого все еще новогоднее настроение. Будем ждать, какие будут результаты. Ну, в ситуации можно при желании страны конфеты сделать. Вот и все дела. Ну, осталось только понять, как. А ну, в общем, не каждый Новый год новое правительство, поэтому волнуюсь. Ну, я и говорю, что это Новый год и правительство новое. Так что все вместе взятое. Так что мы будем вдвойне ожидать хороших результатов. Количество новых бизнесов, количество новых компаний, количество возможностей. Создание условий для приумножения количества налогоплательщиков и таким образом в виде малых и крупных компаний – это и залог успеха. Страна огромная, люди умные. Все можно сделать. От нового правительства и его главы ждут прорыва, роста экономики и доходов населения. Михаил Мишустин отлично зарекомендовал себя в налоговой. Это и цифровизация, и сборы. Пути все описаны, сказал в интервью «Бизнес.ФМ» председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Главное – по ним пойти. Впрочем, бизнесмен смотрит в будущее с оптимизмом. Человек живет надеждой, знаете, особенно если он относится к оптимистам. Поэтому оптимизм внушает, а что будет на самом деле, ну, знаете, трудно сказать. Реально трудно сказать. Давайте посмотрим. В любом случае не случилось ничего такого, что можно сейчас начать, прямо немедленно, сходу начать критиковать. Нет, нет никаких возможностей для того, чтобы критиковать. Пусть начнут работать, начнем верить, начнем надеяться. Вдруг все хорошо будет. В заявлении сделано многообещающе. Целый ряд людей, которые действительно способны на многое. Весь вопрос, сложится ли команда, какие будут выбранные ориентиры. Ну, это все будет быстро, ясно. Если вы позвоните, так сказать, через полгодика, уже можно сказать, определенно на сегодня. Живите надеждой. Пути движения все уже описаны. Даже старик Дэнсиопин их написал. А как это реально воплотить, вот в этом и загвоздка вся. Есть мнение, что новый кабинет – это кабинет контролеров. К ним относится и сам Мишустин вместе с пришедшими в правительство заместителями и бывшие главы надзорных ведомств. А между контролем и развитием все-таки большая разница. Точно так же, как между развитием и стабильностью. Взять ту же регуляторную гильотину. Благая идея, которую чиновники, это видно на примере Роспотребнадзора, воплощать в жизнь не спешат. Потому что старые привычные правила для них тоже своеобразная стабильность. Если вспомнить известное выражение, наши власти долго запрягали. И теперь все ждут ответа. Сможем ли мы быстро поехать? И хватит ли для этого толчка в виде обновления правительства?